Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вступили с вами в главу Китово. Два слова еще все-таки о Китеце, что мы не успели. С таким переходом это о благодарности. То сказано в главе, что не может войти аманитянин и мавитянин в общество Господь. И десятому поколению нельзя войти. За что это так? Тура ополчилась на... Почему вина мава такая огромная? Написано, потому что они не встретили вас с хлеба и водой на пути. То есть египтяне, которые убивали евреев, с ними еще можно разговаривать. Амааф, почему? Что здесь такого Тура, который видит в корне человека? Почему он именно это говорит? По понятию это маленькую мазь расскажу. Однажды Равшах позвал какой-то известный щитчак, позвал своего помощника. Попросил найти ученика, который будет заниматься с другим отстающим учеником из Ешивы такой. Приходи каждый месяц, он говорит, я буду давать деньги, чтобы его обучали. Это просьба Равшака очень удивила, потому что никто не слышал, чтобы парень был знаком с Равом и не родственников, ничего. Но тем не менее, каждый месяц, значит, это все продолжалось. Однажды увидел, что Рав в хорошем настроении, подошел к нему, говорит, Ребер, почему, что случилось, что это такое? Он говорит, я тебе объясню. Когда я был молодым, я сам учился в Ешиве. И у меня была одна рубашка, и я однажды, я ее всегда стирал раз в неделю тихонечко, даже от холода там. И однажды она так износилась, что на спине лопнула, была большая дыра. Ее нельзя было уже залатать. И мне приходилось носить ее, на другой не было. Я пытался прийти раньше всех, сесть, прислониться к спичке, там, и сидел, пока последний не ушел. То есть понятно, что жизнь была таща. И одна женщина все-таки узнала об этом, там, кто-то рассказал ей, и она прислала мне две рубашки. Я уже был Ротшильдом. Я уже все, я вставал, ходил. Вот этот парень, которому я стараюсь помочь в учебе, это внук той праведной женщины. Я всю жизнь хотел как-то отблагодарить. Самой женщины уже нет, но моя благодарность, безусловно, переходит к ее потомку. Вот почему я стараюсь помочь этому парню расти в Торе. И вот из этой истории понятно, что обязанность была благодарным не только самому человеку, сделавшему добро, а его даже потомкам существует на земле. И это настолько важно, что Тора выводит это вперед. Отсюда нашел вопрос. Вина маавитян была не в том, что они не встретили с хлебом и водой Израиль. Главная вина, что они проявили неблагодарность. И Аврам рисковал собой ради спасения Лота, прародителя этих маавитян. Что там? Маавитяне обязаны были испытывать благодарность к его потомкам, но они проявили неблагодарность. Поэтому им запрещено вступать в общину потомков Авраама. Здесь Тора рассказывает нам, что благодарность это сверхважное на земле. Это еще и лечение. Да, пишет Каббала, это огромное лечение. Благодаря такому отношению благодарности вы сможете очиститься от токсинов в своем организме. Если человек лереет обиду, там все и вечно недоволен, накапливаются токсины. И вот когда человек благодарен кому-то, если он не зацикливается на обстоятельствах, там не накапливает энергии, а все время в уме там что-то благодарен становится. Совершенно другое. Если ты научился благодарить за все, все в организме все меняется. Нет оставаться тогда уже пленником дискомфорта, пленником боли, так сказать. Значит, и тебе благодарить мир написано за разные мелочи. Когда вы почувствовали, что увязли в негативных мыслях, значит, вспоминайте о каком-то маленьком событии, которое вам помогает. Там какое-то хорошее было, что-то где-то было, какая-то благодарность, какая-то сама какая-то, я не знаю, там, не знаю, что угодно. Но вот это вот возрождать в себе, так написали наши великие мудрецы. И вот написано, что ежедневно вот такой вот маленький долг, отплачивая небо за все, что добро, что вы получили на земле, в первую очередь, что живете. И написано, человек все время думает, там, я там не могу, что это не обязаны выженствовать какие-то огромные суммы на благотворительность. Это никому не нужно. Можно просто помочь человеку донести продукты, там, кому-то позвонить, кому-то поднять, какой-то мусор убрать, что-то уступит кому-то дорогу. Вот эти маленькие-маленькие штучки, написано, важнее для неба, чем наше для всяких это изыскания. И вот мы получим тогда ту энергию, которая нам нужна, чтобы правильно настроиться и пройти этот, ну, скажем так, непростой период. Брахава Ацлаха, хорошей вам недели.